Код неисправности OBD2 Техническое описание, функционирование цепи управления клапаном отключения, впуска цилиндра 6 Что это означает? Это общий диагностический код неисправности трансмиссии, DTS, применимый ко многим автомобилям OBD2, с 1996 года и новее, это может включать в себя, помимо прочего, автомобили General Motors, Dodge, Jeep, Chevrolet, Chrysler, Ram и т.д. Несмотря на общий характер, точные этапы ремонта могут варьироваться в зависимости от года выпуска, марки, модели и конфигурации трансмиссии, код неисправности OBD2 P3442 и соответствующие коды P3441, P3443 и P3444 связаны с цепью отключения, управления впускным клапаном цилиндра номер 6 Целью схемы деактивации цилиндра 6, управление впускным клапаном является приспособление функции деактивации цилиндра, например, режим V4 двигателя V8, для улучшения экономии топлива во время работы с небольшой нагрузкой, такой как движение по шоссе, модуль управления двигателем ESM, управляет режимами работы двигателя с 4 или 8 цилиндрами, включая электромагнитные клапаны отключения впуска для 4 цилиндров двигателя, Этот код относится к цилиндру номер 6, а остальные 3 цилиндра в этом процессе определяются конфигурацией двигателя и порядком включения цилиндров Соленоид деактивации цилиндра номер 1 устанавливается на впуске или рядом с ним в непосредственной близости от этого цилиндра в зависимости от конкретного автомобиля и конфигурации Когда контроллер ESUD обнаруживает проблему с производительностью в пределах напряжения или сопротивления в цепи деактивации, управление впускным клапаном цилиндра 6, будет установлен код P3442, и могут загореться индикатор проверки двигателя, индикатор обслуживания двигателя или оба индикатора В некоторых случаях ESM может отключить форсунку цилиндра номер 6 до тех пор, пока проблема не будет исправлена и код не будет очищен, что приведет к заметным пропускам зажигания в двигателе Электромагнитные клапаны отключения цилиндров, каков серьезность этого кода неисправности Степень серьезности этого кода может сильно варьироваться от средней до тяжелой в зависимости от конкретных симптомов неисправности Пропуски зажигания требуют немедленного внимания, поскольку они могут привести к необратимому повреждению внутренних компонентов двигателя Каковы некоторые симптомы кода? Симптомы кода неисправности P3442 могут включать Двигатель может пропускать зажигание Повышенный расход топлива Низкая производительность двигателя Скоро загорится индикатор сервисного двигателя Проверьте, горит ли индикатор двигателя Каковы некоторые из распространенных причин Кода Причины этого кода P3442 могут включать Неисправный соленоид деактивации цилиндра Низкий уровень или давление моторного масла Ограниченный проход для масла Неисправный или поврежденная проводка Коррозия, повреждение или ослабление разъема Неисправный ESM Каковы некоторые шаги по устранению неисправностей P3442? Первым шагом в процессе поиска и устранения любой неисправности является изучение бюллетеней технического обслуживания TSB для конкретного автомобиля с разбивкой по годам, модели и двигателю В некоторых случаях это может сэкономить много времени в долгосрочной перспективе, указав вам правильное направление Второй шаг – проверить состояние моторного масла и убедиться, что он обслуживается до надлежащего уровня Затем найдите все компоненты, связанные с цепью управления впускным клапаном отключения цилиндра 6 И найдите очевидные физические повреждения В зависимости от конкретного автомобиля эта схема может включать в себя несколько компонентов Включая соленоид деактивации, переключатели, индикаторы неисправности и ESM Выполните тщательный визуальный осмотр, чтобы проверить соответствующую проводку на наличие явных дефектов, таких как царапины, потертости, оголенные провода или пятна ожогов Далее следует проверить разъемы и соединения на предмет безопасности, коррозии и повреждений контактов Этот процесс должен включать все разъемы проводки и соединения со всеми компонентами, включая ESM Проконсультируйтесь с конкретными техническими данными для транспортного средства, чтобы проверить конфигурацию цепи управления деактивацией, впускным клапаном цилиндра 6 и подтвердить каждый компонент, включенный в цепь, который может включать предохранитель или перемычку с плавкой-вставкой Расширенные действия Расширенные действия становятся очень специфичными для транспортного средства и требуют соответствующего современного оборудования для точного выполнения Для этих процедур требуется цифровой мультиметр и специальные технические справки для автомобиля Напряжение проверка Опорное напряжение и допустимые диапазоны могут варьироваться в зависимости от конкретного транспортного средства и конфигурации схемы Конкретные технические данные будут включать диаграммы поиска и устранения неисправности и соответствующую последовательность действий, которые помогут вам поставить точный диагноз Если в этом процессе выявляется отсутствие источника питания или заземления, может потребоваться проверка целостности для проверки целостности проводки, разъемов и других компонентов Проверки на целостность цепи всегда следует проводить при отключенном от цепи питании, и нормальные показания для проводки и соединений должны составлять 0 Омов сопротивления Сопротивление или отсутствие непрерывности указывает на неисправную проводку, которая является разомкнутой, закороченной или корродированной, и ее необходимо отремонтировать или заменить каковы стандартные способы устранения этого кода Замена соленоида деактивации очистка разъемов от коррозии ремонт или замена неисправной проводки Замена масла и фильтра очистка заблокированных масляных каналов мигания или замена распространенной ошибки контроллера ASUD Замена соленоида деактивации при недостаточном давлении масла или неисправной проводки вызывает установку этого кода контроллером ASUD Надеюсь, информация в этой статье помогла вам указать правильное направление для решения проблемы с кодом неисправности цепи управления впускным клапаном, деактивацией цилиндра 6, эта статья носит исключительно информационный характер, и конкретные технические данные и сервисные бюллетени для вашего автомобиля всегда должны иметь приоритет.